Танец 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 Я лез на стену, домашние сходили с ума. Выдержать мое поведение было невозможно. Врачи скорой помощи были брошены на меня. Больница? Вам надо в больницу? Немедленно в больницу. Какая скорая помощь? Ни в коем случае. Ни в коем случае. У меня скоро съемка. Люди смеются мне в лицо. Это правда плохо. Промню. Но это было. Какие съемки? Какие съемки? И вот завтра день Икс. Завтра назначена съемка в театре. Вызвана вся труппа, оркестр в полном составе, обслуживающие персоналы, осветители, актеры, конечно, гримеры. Полный рабочий день. Как будто спектакль. Притом Наталья Ильинична нашла возможность оплатить этот рабочий день всему коллективу. Как полноценный спектакль в рабочие дни. И подвести я ее не имел права. Да и такой случай для меня, как для автора, был уникальный. Я не думаю, что большинство режиссеров и художественных руководителей театров пошли бы на такой сговор с автором книги. Эта мечта неоднократно меня посещала. В концертных залах, при концертном исполнении больших симфонических произведений с большими режиссерами. Я говорил об этом, но в итоге ничего не получалось. Находясь на сцене, чтобы на тебя смотрели зрители, чтобы музыканты были одеты, это невозможно. Это разрушение режиссерского замысла музыкального спектакля. Я имел в виду симфонический оркестр и дирижера. А здесь зрительный зал пуст, и на сцене происходит стопроцентное действие, и можно двигаться в любую сторону, как угодно. Ты командуешь ситуацией. Как это можно осуществить при почечных коликах? Сознание затуманено. Боль огромной силы давит тебя, заставляет делать неестественные поступки. Ты лезешь на стену. Приходит врач. Я интересуюсь, как можно заглушить временно эту боль. Каким образом? Не вылечиться хотя бы, а заглушить на время. И получаю конкретные указания в виде химических препаратов. Я увеличиваю дозу в два раза. Боль проходит, ослабевает. Но лежание на кровати в горизонтальном положении две недели дало о себе знать. Трудно стоять на ногах. Трудно терпеть боль. Пограничное состояние. Сознание. Домашние мне помогают одеться. Я собираю аппаратуру. Каким образом? Я даю указания детям, своим думдевочкам, которым 12 и 14 лет, собрать и принести ко мне аппаратуру. Мне только остается одной рукой положить все это в чемодан, в гнезда. Нужно еще продумать, что взять с собой. Я собираю аппаратуру. Из машины берет на себя аппаратуру и говорит, ничего, ничего, Леня, все будет в порядке. Ты сможешь, ты сможешь. Ты обязательно все сделаешь. Мы под руку медленным шагом, совсем медленным шагом проходим служебным входом в театр, ловя на себе удивленные взгляды. Но взгляды без устных вопросов. Входим в зрительный зал. Слава Богу, был полумрак. На сцене уже люди, актеры. Звучат отрывки из музыкальных произведений. Типичная звуковая палитра перед началом. Приятно идти по залу с верхней части вниз к переднему ряду портера. Я там же раздеваюсь, снимаю пальто, сажусь. Я думаю про себя. Лишь бы не потерять сознание, лишь бы не потерять сознание. Ловлю на себе взгляды. Появляются актеры, трупы. Ко мне подходит главный режиссер и говорит. Мы готовы. Можем начинать. Наступает мой черед. Я открываю кофр. Кофр держит в руках художник. Вынимаю камеру и собираю камеру. РБ-67. Мамия. Это модульная конструкция. Фокус, объектив, голова, видоискатель, ручка с поворотом, адаптер. Отдельно вставляется пленка. Вынимается штифт. Заводится камера. Аппаратура готова к съемке. Мне надо пройти по лестнице над оркестровой ямой. Мы идем вместе с художником. Как бы он держит камеру, а я иду сам. Мне стыдно демонстрировать людям свою немощность. Но я думаю, что каждый занят своим делом. Я не смотрю в глаза людям. Я смотрю перед собой. Я стою около будки суфлера, поворачивая голову к дирижеру и говорю. Начнем сначала. Звучит короткая увертюра и пошло действие. Выходит актер. Начинается танец. Тут же стоит директор театра. Большинство творческих работников театра. Сбоку и за кулисами, ниже сцены. Проходит 5-7 минут сцены. Я говорю режиссеру. Стоп, стоп. Теперь картина ясна для меня. Теперь то же самое. Но я с группой танцоров войду с левой части и буду двигаться направо. В кадре должно быть это и это. Я забываю про свой недуг. В руках у меня тяжелая, большая, профессиональная камера. И я начинаю движение вместе с танцорами. Я приседаю, ложусь на сцену, делаю пробежку вместе с ними. Я поворачиваю камеру в зал, в черноту с зала. То есть через актеров на передние планы. И так далее. Следующие 10 минут я предупреждаю актеров. Не надо в полную силу. Давайте в полсилу пройдем очередную 5-7 минут. Для определения изменения сценического действия. И так далее. Звучит снова оркестр. Я говорю, начали, пошли. И уже в полную силу танцоры танцуют на сцене. Эти минуты были для меня минутами счастья. Я испытал великое чувство управления большим сложным механизмом. Звучала прекрасная музыка. На сцене были танцоры одеты в костюмы героев. И всем этим я управлял. Я мог бы это все повернуть. Я мог бы перегруппировать сцену. Рядом со мной был режиссер. И по возникновению каких-либо идей он моментально трансформировал действия. Давал указания на профессиональном языке актерам, что надо делать и как надо делать. Одним словом, вся труппа театра и автор пьесы работали на меня. А это была синяя птица. Это был поход за счастьем. И, как ни странно, это счастье достигло меня. Были секунды, когда я ловил его. Я не знаю, может быть, она садилась мне на плечо, эта птица счастья, но я чувствовал наслаждение. Каким образом я завоевал доверие Наталье Леиничной-Сац, не знаю, у нас перед этим была задача открыток, готовых открыток. И эта съемка и продолжение работы касались уже книги, новой работы, большой книги о театре Наталье Леиничной-Сац, где макетная форма была уже с ней оговорена и одобрана. Это должен быть большого формата фолиант, где в нижней части должна быть сквозная пробивка через всю книгу, через обложку тоже, где в этом пробитом месте должен был лежать золотой ключик. Владелец этой книги и золотого ключика, мальчик, ребенок, может быть, взрослый с ребенком, имел право войти на любой спектакль театра и сесть на особо представной золотой стульчик. И это было одобрано Наталье Леиничной-Сац. Спектакль кончился, кончилась съемка, кончилась пленка, на которой я снимал. Я спускаюсь со сцены, разрешенный, благодарю коллектив за съемку, низко всем кланяюсь, кланяюсь музыкантам, подхожу к своей одежде и чувствую, что мне надо сесть. Мне надо сесть. Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение. Я сажусь, ко мне подходит мой художник и говорит, «Леня, ну как ты?» Я тут начинаю понимать, что дела мои плохи. Скорей, скорей! И не надевая пальто, под руки с моим коллегой мы выходим из здания театра. Я прислонился к одному из парапятов, которые находятся вокруг здания. Проявляется такси, он меня усаживает на сиденье «Волги», ставит в ноги аппаратуру, называет адрес и закрывает за мной дверь, помахивая рукой. Все повторилось. Повторилось так, как было утром, но уже в обратном порядке. Меня встречают дети, берут аппаратуру, под руки поддерживают меня. Мы входим в дом, и я обессилен и падаю на кровать. Сознание затуманено, почти его нет. Я в забытье нахожусь несколько часов. Болезнь, которая задремала на время, в полном объеме наверстывает упущенное. Но теплится слабое сознание, что я не подвел людей. Я оправдал надежды Натальи Ильиничны. Дай Бог, чтобы была удачная проявка. Да-да, надо проявить материал. Надо проявить материал. Надо завтра. И я теряю сознание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин